Звучит музыка И поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что у него было, и лот с ним на юг. И был Авраам очень богат скотом, и серебром, и золотом. И продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его, между Вифилем и между Гаем, до места жертвенника, который он сделал там в начале. И там призвал Авраам имя Господа. И у лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот из шатры. И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. И Хананеи и Ферезеи жили тогда в той земле. И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся доси гора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская, и избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности, и раскинул шатры до Содома. Жители же Содомские были злы и весьма грешны пред Господом. И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него, «Возведи очи твои из места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки, и сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. «Встань, пройди по земле сей, в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее». И двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился у Дубравы Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу. Сегодня я хотел бы поделиться с вами Словом Божьим о том, к чему должны быть обращены ваши сердца. В наших с вами сердцах действительно возникают плотские похоти и чувства зависти. В сегодняшнем отрывке из Писания Бог рассказывает нам о том, к чему такие несовершенные люди, как мы, должны обратить свои сердца. Духовные глаза Авраама и плотские глаза Лота Когда Авраам и его племянник Лот, наконец, вышли из Египта и пошли на юг, они взяли с собой много имущества. Однако эти два человека явно имели разные взгляды на мир. Племянник Авраама Лот устремил свой взор на сиюминутную славу и богатство, которые он видел невооруженным взглядом. По этой причине, когда, как он поссорился со своим дядей и вследствие этого ушел в другую землю, он избрал землю Содомскую, которая показалась ему щедрой и плодородной. У нашего отца Авраама была иная вера. Даже когда он посмотрел на землю Содомскую, она тоже показалась ему плодородной, как Эдемский сад. Это было зеленое пастбище для овец, которых он разводил. Но он все равно остался в земле Ханаанской, которую дал ему Бог. Дорогие единоверцы, этот рассказ об Аврааме и Лоте не является просто еще одним библейским событием. В этой истории Бог рассказывает нам о том, к чему мы с вами должны обратить свои сердца. И вот Авраам остался в земле Ханаанской, а Лот пошел в землю Содомскую. Так эти двое людей в конечном счете расстались. Почему расстались Авраам и Лот? Из-за имущества. Они расстались из-за права собственности на землю. Поскольку Авраам и Лот занимались разведением коз и овец, им нужны были обширные пастбища, где они могли бы разводить и выпасать домашний скот. Однако, поскольку количество поголовья все время умножалось, земли для выпаса этих овец и коз стало не хватать. Тогда Лот начал жаловаться. Он сказал, я больше не могу оставаться со своим дядей. По-видимому, дядя меня просто использует только потому, что он приходится мне дядей. Но как бы то ни было, я больше не хочу с ним оставаться. Но, с другой стороны, мне кажется, что Авраам не вошел в положение Лота. Авраам считал, что все в порядке, потому что у них обоих было много домашнего скота и много земли. Однако, его племянник Лот был не таким человеком. Он считал, что может намного превзойти Авраама. В этом рассказе мы видим, что Лот тогда полностью обратил свое сердце к земному богатству, такому как овцы и козы. По сути, отношения между Авраамом и Лотом можно сравнить с отношениями между Божьей Церковью и святыми, которые в ней пребывают. Иначе говоря, Авраама можно рассматривать в качестве ее руководителя, а Лота – как агнца Божьего. Бог уже призвал Лота через Авраама, и благодаря этому Лот получил спасение и ушел от этого мира, последовав за Авраамом. Мы можем считать, что Лот разбогател, последовав за Авраамом. По мере того, как его богатство умножалось, он еще больше отдавал ему свое сердце. По этой причине он чувствовал себя все более неуютно и начал жаловаться Аврааму. Авраам поговорил с Лотом после того, как узнал о побуждениях его сердца. Он ясно сказал ему, «Давай разделимся. Вместо того, чтобы постоянно мне жаловаться, уходи от меня сейчас же. Если ты пойдешь налево, я пойду направо, а если ты пойдешь направо, я пойду налево. Пожалуйста, прими окончательное решение». И действительно, если бы Лот и далее следовал за Авраамом, он мог бы разбогатеть еще больше. Это было ему обеспечено. Но несмотря на все это, когда Авраам сказал, «Ты должен от меня уйти», Лот поднял глаза и посмотрел на плодородную землю Содомскую. После этого он оставил Авраама, сказав, что идет в землю Содомскую. Дорогие единоверцы, то же самое происходит и с нами. Вообще-то, получение наставлений от руководителя Церкви Божьей может быть великим благословением. Это подобно тому, что Лот мог бы намного больше разбогатеть, последовав за Авраамом. Подобно тому, как Лот оставил Авраама, некоторые люди живут так, как угодно им самим, после того, как оставляют руководителя Церкви. Этих людей обуяла их плодская жадность. Их сердца подобны сердцу Лота. Итак, мы видим, что Лот в конце концов ушел от Авраама. Как и написано, Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. Бытие, глава 13, стих 12. Здесь мы видим, что Авраам остался в земле Ханаанской. И действительно, эта земля Ханаанская не так уж велика. Там мало деревьев и мало воды. Однако на земле Содомской, которую избрал Лот, было полно деревьев и воды. Эта земля с буйно-зелеными пастбищами, была идеальна для животноводства. Лот, который обратил свое сердце к материальным вещам, избрал эту землю Содомскую, и, вероятно, это был разумный выбор с человеческой точки зрения. Бог стал пастырем Авраама Когда Лот сказал, что он возьмет землю Содомскую, Авраам избрал землю Ханаанскую, которая была полностью противоположна земле Содомской. Поскольку он знал, что сердце Лота не было праведным, Авраам решил идти в противоположном направлении. Теперь, когда Лот отправился в землю Содомскую, Авраам смог занять всю землю Ханаанскую. Но здесь удивительно то, что Бог явился Аврааму сразу после того, как от него отделился Лот. Писание говорит нам И сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него, «Возведи очи твои из места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки». Бытие, глава 13, стихи 14-15. Услышав эти слова, Авраам поднялся на возвышенность и посмотрел на эту просторную землю. Это земля израильская, на которой сегодня живут потомки Авраама. Это говорит нам о том, что слово обетования в точности исполнилось. Дорогие единоверцы, здесь мы найдем еще один урок, который мы должны твердо усвоить. Наш Бог возьмет на себя полную ответственность за нас с вами, подобно тому, как он заботился об Аврааме, если мы перестанем желать мирских вещей. Но если мы сосредоточимся на незначительных видимых вещах этого мира и попытаемся их заполучить, как это делал Лот, мы никогда не сможем ничего обрести, кроме этого. Бог хочет быть нашим пастырем и стать для нас всем. Я надеюсь, что всемогущий Бог даст нам с вами много благословений. Но мы должны знать, что Бог хочет, чтобы наши сердца отделились от плотских вещей. Он хочет, чтобы наши сердца были далеки от плотской жадности, которая царит на этой земле. К чему мы должны обратить свои сердца? Бог хочет, чтобы мы обратили их к этой обетованной земле ханаанской, то есть к Господнему Евангелию и делу распространения этого самого Евангелия. Он хочет, чтобы мы обратили свои сердца к делу Божьему. Бог хочет, чтобы мы с вами обратили свои сердца и возложили свои надежды на Его славные небеса. Наши сердца должны быть полностью отделены от плотской жадности. Что бы произошло, если бы Авраам тоже стремился к изобилию земли Содомской? Если бы, подобно Лоту, Авраам обратил свое сердце к богатству и жил бы вместе с Лотом на земле Содомской и Гоморской, то есть, если бы он жил вместе с Лотом в этом грешном мире, Бог, конечно же, не звел бы на эту землю огонь. Если бы это произошло, то отец веры Авраам пострадал бы вместе с Лотом. Те, кто получили прощение грехов, должны обратить свои сердца к Евангелию. Бог ясно сказал, что даст эту землю Ханаанскую Аврааму и его потомкам. Таким образом, потомки Авраама вошли в землю Ханаанскую и жили там, соответственно, обетованию. Так же само и в наше время и в нынешнем веке мы с вами тоже должны жить в земле Ханаанской. Наши сердца должны пребывать на этой земле. Если же наши сердца будут пребывать в земле Содомской и Гоморской, Бог нас осудит, когда свершит последний суд над этим миром. Где наши сердца должны почивать в Господе? Мы должны обратить свои сердца именно к этой земле Ханаанской. Мы обращаем свои сердца к дарованному Богом Евангелию. После того, как мы получили от Бога благословение, прощение наших грехов, что произойдет, если мы будем искать только земного счастья, думая при этом? Что мне сделать, чтобы я мог хорошо кушать и хорошо жить в этом мире? Как мне получить признание и жить счастливо? Тот, кто ищет подобного земного счастья, уподобится Лоту, который появляется в сегодняшнем отрывке из Писания. Погибнет не только этот человек, но и все его потомки без исключения. Даже несмотря на то, что наши сердца несовершенны и полны скверны, которая выявляется по несколько раз в день, мы должны иметь в виду, что мы все равно должны обратить свои сердца к земле Ханаанской. Мы должны обратить свои сердца к Евангелию и к самим небесам, где мы будем жить в грядущем. Мы не должны думать только о плотском благополучии здесь, на этой земле. Даже несмотря на то, что у нас нет иного выбора, кроме как жить на этой земле, мы все равно должны обратить свои сердца к Евангелию и небесам. Поистине мы не являемся людьми этого мира, но мы – граждане Царства Божьего, то есть Царства Небесного. Конечно, наши с вами сердца пребывают на этой земле, но что произойдет, если мы выберем плодородные поля Иордана на земле Содомской и Гоморской? Мы неизбежно погибнем. Те из нас, кто получили прощение грехов, могут избрать землю Содомскую, которую избрал племянник Авраама Лот, но мы также можем избрать землю Ханаанскую, которую взял Авраам. Мы вольны избрать любую землю, но мы должны иметь в виду одно, всех тех, кто изберет землю Содомскую, ожидает погибель. Вот что говорит нам Бог в сегодняшнем чтении из Священного Писания. Это вечная истина, потому что это слово всемогущего Бога. Мы должны обратить свои сердца к Царству Божьему. Это вечная истина. Она такова, потому что так написал Господь. Даже несмотря на то, что мы получили прощение своих грехов, если мы обратим свои сердца к земле Иорданской, мы неминуемо погибнем. Как вы увидели в сегодняшнем отрывке из Писания, Авраам и его племянник Лот ссорились друг с другом. После этих разногласий каждый решил отправиться в другую землю, но кто в итоге оказался мудрее? Прямо перед их глазами лежала эта просторная земля с зелеными пастбищами, а по другую сторону находилась только пустая засушливая местность. И вот в тот самый миг какой выбор был более верным. Конечно, более мудрым казался выбор всех равнин земли Иорданской. Но Бог говорит, что стремление только к тем вещам, которые видны невооруженным глазом, не является признаком истинной мудрости. Также он рассказывает нам о том, как сделать правильный выбор, если мы оказываемся в таком крайнем положении. Живя на этой земле и повинуясь церкви, мы, скорее всего, столкнемся с этой проблемой не один раз. Я имею в виду, что эти два разных сердца всегда будут противоречить друг другу. Это стремление к материальному благополучию этого мира или поиск Царства Небесного. Глядя на эти два сердца, какое из них, по вашему мнению, сделало действительно правильный выбор? Бог говорит, не обращайте свои сердца к этой земле. Обратите свои сердца к Евангелию и к небесам. Изберите эти духовные блага. Если вы это сделаете, вы получите все, в том числе и богатство этой земли. В Библии написано, что Авраам стал очень богатым человеком в те древние времена. Авраам стал настолько богат, что его огромное богатство не могло даже сравниться с богатством его племянника Лота. Богато жил не только он, но и его сын Исаак. Что значат для нас эти слова? Люди, которые повинуются Богу, непременно получат много благословений. Дорогие единоверцы, как часто у вас возникает этот вопрос? К чему же я должен обратить свое сердце? Стремление к материальному благополучию этого мира или обращение своего сердца к Евангелию и небесам. Разве эти вещи не противоречат друг другу в наших сердцах? Многие люди в конечном счете уходят из церкви и от своих руководителей, потому что эти две идеи противоречат друг другу. Однако их конец вполне очевиден. С ними произойдет та же трагедия, что и с Лотом. Но люди, которые избрали Бога, подобно Аврааму, смогут жить с Богом, наслаждаясь богатством. Конечно, это благословение поначалу будет небольшим. Бог сказал, «И если вначале у тебя было мало, то впоследствии будет весьма много». Иов, глава 8, стих 7. «Вначале нам может показаться, что мы много страдаем, но получаем мало благословений. Впоследствии, когда вы оглянетесь в прошлое, вы увидите, что это отнюдь не так». Авраам сделал поистине правильный выбор, но он увидел, что выбор его племянника неправилен. Очевидно, что Лот избрал все богатые равнины Иордана, поэтому Авраам сказал, «Ну, хорошо, я выбираю землю ханаанскую». Как я прежде вам говорил, Ханаан не был хорошей землей, в нем было мало пастбищ и недостаточно воды. Эта окружающая среда была слишком бедна для того, чтобы Авраам мог разводить и пасти свой скот». Мы должны избрать благую часть. Хоть я и несовершенный человек, я открыто встал на сторону Бога. И как вы думаете, почему? Потому что если я встал на сторону Бога, «Я все время нахожусь под его защитой, и мне постоянно обеспечены его благословения». Хотя могло показаться, что на земле ханаанской ничего нет, но в действительности это была земля великих благословений. А все потому, что Бог благословил эту землю, хоть она и была бесплодной. Кроме того, Бог благословил не только эту землю ханаанскую, но также и все места, где жил Авраам. Поэтому мы, верующие, должны сделать правильный выбор. Мы должны избрать наилучшее место, к которому мы сможем постоянно обращать свои сердца. Даже если наши плотские желания будут время от времени давать о себе знать, мы все равно должны сделать правильный выбор. Дорогие единоверцы, понимаете ли вы это? Наш единственный выбор может повлиять на всю нашу оставшуюся жизнь. Ваш единственный выбор веры может привести вашу жизнь к вечному благословению или вечному проклятию. Таким образом, этот выбор очень важен для нас с вами. Двенадцатая глава книги «Бытие» повествует о начале веры, с которой Авраам оставил свою страну, дом своих предков и родственников после того, как получил прощение своих грехов. И в сегодняшнем чтении сказано о выборе веры и образа жизни. Бог прямо сейчас говорит нам, что мы должны сделать правильный выбор. Хотим ли мы пребывать в Божьей Церкви? Хотим ли мы быть вместе с Ее руководителями? А если нет, то не хотим ли мы уйти в мир? Это очень важный выбор, который мы должны делать всегда. Итак, Бог говорит нам, что мы должны принять верное решение по этому вопросу. Дорогие единоверцы, изберите Бога. Вне зависимости от положения, в котором вы находитесь, встаньте на сторону Бога. Если вы это сделаете, вы никогда об этом не пожалеете, и ваше будущее будет обеспечено. Однако, если вы обретете только благо, которые тешат ваши плотские похоти, вы вскоре об этом пожалеете. И не только вы, но и ваши потомки будут гибнуть из поколения в поколение. Пожалуйста, имейте это в виду. Люди, которые ищут плотской мудрости после того, как получили прощение своих грехов, уподобятся Ною, как об этом здесь описано. Среди тех, кто получили прощение грехов, мы видим две категории людей. Одни люди, подобно Аврааму, избрали небесное, тогда как другие избрали блистающее плотское, подобно Лоту. А что касается невежественных людей, которые гоняются только за плотскими благами, я действительно не хочу вмешиваться в их погибающие жизни. Но что касается тех, кто избрал Бога, последовал за Ним и принял Его руководство, я могу ясно сказать им, что их будущее обеспечено Божьими благословениями, как это было с Авраамом. Трудясь на этом служении, я встречаюсь с разными людьми. Во многих случаях я также проповедую Господнее Евангелие. Многие из этих людей стремятся к той же цели, что и Церковь Божья. Но если мы посмотрим на их внешность, они могут показаться глупыми людьми. Если бы люди этого мира посмотрели на тех, кто пребывает с нами в церкви, они бы посчитали их глупцами. Но по прошествии лишь краткого периода времени разница между теми, кто последовал за Богом, и теми, кто нет, станет более заметной. Люди, которые пребывают с Богом, постепенно начнут преуспевать, а те, кто не с Богом, постепенно начнут чахнуть и погибать. Люди, которые идут на поводу своих плотских похотей, неизбежно погибнут. И такая судьба ожидает не только их самих, но и их потомков. Конечно, не все останутся без гроша из-за того, что уйдут из церкви. Но вы можете быть уверены в том, что они обнищают духовно, а впоследствии потеряют и свое материальное имущество. Неужели такая судьба может постичь того, кто уже получил прощение грехов? Конечно, да. Прощение грехов обеспечено только тем, кто встает на сторону Бога? Даже если человек получил прощение грехов, если он не встанет на сторону Бога, он никогда не даст ему никаких благословений. Я знаю, что многие люди плохо обо мне отзываются. Они что-то имеют против меня и говорят «Что в тебе такого, что ты продолжаешь говорить так дерзко?» И Евангелие есть повсюду, но пастор Джонг говорит, что только он проповедует истинное Евангелие. Этот странный человек говорит, что Евангелие есть только у него. После таких заявлений они уходят из церкви. Они уходят из церкви, говоря, что они умнее меня. Этим людям я говорю, если вы хотите уйти, уходите. А после того, как они уходят, я часто слышу о том, как идут у них дела, и узнаю, что они стали ужасными людьми вскоре после своего ухода. Это люди с убогими сердцами. Их вера была в целости и сохранности, пока они следовали за Богом. Но когда они перестали это делать, они потеряли даже ту малую веру, которая у них осталась. Если вы ослабеете духовно, то даже ваши дети не смогут получить прощение своих грехов. Сколько бы раз они не слышали Евангелие, они не смогут получить прощение грехов. Они будут едва выживать в этом мире, а потом погибнут. Дети Лота стали предками Моавитян и Аммонитян. Бытие, глава 19, стихи 31-38. Они стали врагами Бога, и поэтому им пришел конец. Всех их ожидал только ад. Неужели Лот получил прощение своих грехов? Или же он его не получил? Лот был праведным человеком, который получил прощение грехов, но все его потомки отправились в ад, не сумев получить прощение грехов. Все они попали в ад без малейшего исключения. Мы должны обратить свой взор на землю ханаанскую и жить на ней. Хотите ли вы повиноваться Богу? Или же вы хотите идти на поводу своих плотских помышлений? Когда нам тяжело, мы обязательно должны следовать за Богом. Мы должны обратить свой взор на землю ханаанскую и жить на этой земле. Станьте мудрыми и пусть ваши глаза смотрят далеко вперед, подобно тому, как наша плоть имеет два вида зрения, таковы и наши сердца. Одни люди близоруки, а другие дальнозорки. Пожилые люди обычно смотрят на то, что находится вдали, но им трудно рассмотреть то, что вблизи. Пожилые люди носят очки и едва видят с их помощью. Обычно это так. Что они делают, когда им нужно продеть нить в иглу? Даже несмотря на то, что они плохо видят, они пытаются это сделать, держа то и другое вдалеке от своих глаз. Возможно, вы думаете, если им трудно видеть то, что находится вблизи, тогда почему они стараются продеть нить в иглу таким способом? Но они действительно намного лучше видят издалека. Чем дальше, тем лучше. То же самое происходит и в духовной сфере. Одни люди гоняются за сиюминутными благами, которые они видят невооруженным глазом, а другие видят благословения, которые открыты за видимыми вещами. люди, которые видят эти благословения, с легкостью отказываются от видимых вещей, поскольку то, что лучше, лежит за этими видимыми вещами, они отвергают эти видимые вещи, которые находятся перед ними. это потому, что они знают, что если они будут хвататься за эти плотские вещи, которые лежат перед ними, они не смогут получить лучшие вещи. Мы с вами видим то, что находится за видимым миром. Если мы знаем, как увидеть эти скрытые вещи, мы не увлекаемся теми вещами, которые полезны для нас прямо сейчас. Это потому, что мы теперь имеем лучшую надежду на благо вечного мира. Люди, которые не умеют смотреть наперед, суетятся о сиюминутных проблемах и приходящих вещах. Вот почему мы должны уметь смотреть наперед. Независимо от того, получили ли вы прощение своих грехов только что, или же вы получили его давно, вы должны уметь смотреть наперед. Таким образом, вы должны смотреть вдаль и вширь и сделать правильный выбор. Если же вы сделаете неверный выбор, вы будете страдать от непредвиденных бед и погибнете. Мы с вами часто делали этот выбор. после того, как я получил прощение своих грехов, мне очень часто приходилось стоять перед выбором. Моя мать была довольно крупной фигурой в пресвятерианской деноминации. До такой степени, что даже старшие пасторы приходили к ней на поклон. Поэтому если бы я остался в той деноминации и проповедовал это истинное евангельское слово, я бы добился уважения от многих ее членов. Как сказано, вся Иорданская долина хорошо орошалась, а земля Содомская и Гоморская казалась благословенным садом, подобно саду Эдомскому, я мог бы жить в этой деноминации около десяти лет, добиваясь уважения. Я имею в виду, что я мог бы стать большим человеком, наслаждаясь крупным благосостоянием и имея хорошую репутацию в этой деноминации. Но что произошло бы после этого? Я смог бы прожить богатым человеком около десяти лет, но вся моя оставшаяся жизнь пошла бы по наклонной, и я бы потерял даже то, что приобрел. Я бы потерял даже веру, которую обрел в прошлом. В то время Сатана делал мне много предложений. Сатана постоянно делает такие предложения верующим людям. Он побуждает людей думать о том, что они прямо сейчас видят невооруженным глазом и стремится к этому. Он то и дело говорит, посмотри на это прямо сейчас и получишь много материальных благ. «Если ты это сделаешь, все будет хорошо. Если бы я действительно впал в это искушение, я бы все больше и больше отдалялся от Божьих благословений». Если вы погонитесь за Плотским вместо того, чтобы стремиться к духовному, вы в конечном счете потеряете все. подобное произошло со мной сразу после того, как я родился свыше, когда я уверовал в Евангелие воды и духа. Люди призывали меня исполнять свои пастырские обязанности в церкви, в которой работала моя мать, но я решил поразмышлять об этом более глубоко. Если бы я исполнял там свои пастырские обязанности, моя мать была бы поистине счастлива. При поверхностном взгляде все было для меня не так уж плохо. Это потому, что я мог бы снискать большую славу, поскольку Слово Божье, которое я проповедовал, было для них чем-то новым, и я мог бы добиться большого уважения от многих христиан благодаря моей матери. Выполнение своего сыновнего долга наряду с приобретением все больших славы и богатства это было бы нечто поистине замечательное. Если бы я это делал, я был бы начальником молитвенного дома, которым руководила моя мать. Этот молитвенный дом был очень красивым и стильным. Если бы кто-то стал начальником такого прекрасного молитвенного дома, ему бы даже не захотелось быть главой какой-нибудь крупной динаминации. однако я не избрал этот путь и моя мать не смогла понять сделанный мною выбор. Она говорила, если только ты сделаешь этот выбор, все будет обеспечено, но почему ты не хочешь работать в этой динаминации? Если ты здравомыслящий человек, ты этого не сделаешь. Но подумайте о том, что произошло бы, если бы я остался в том молитвенном доме и работал для той динаминации. Если бы я это сделал, я не встретил бы вас и не трудился бы вместе с вами для Господа, как я это делаю до сих пор. Я считаю, что в будущем я встречу намного больше людей. Я полагаю, что многие люди получили прощение грехов через меня, и что многие люди войдут в землю ханаанскую вместе со мной. Многие люди получат от Бога небесные благословения, подобно мне. Поэтому я не бедный человек. и так ради Евангелия и спасения людских душ и ради будущих достижений я обратил свое сердце к этой Божьей Церкви вместо того, чтобы избрать теплое место руководителя того молитвенного дома. И даже после этого мне часто поступали подобные предложения. Некий человек пришел в нашу церковь и сказал «В этой церкви нет пианино. У меня есть несколько сотен тысяч долларов, и я куплю пианино для этой церкви. Так что, пожалуйста, назначьте меня старейшиной». Я сразу же ответил этому человеку «Сначала получите прощение своих грехов». Если у вас есть грехи, вы не имеете права покупать нашей церкви пианино. Вы даже не имеете права жертвовать нашей церкви какие-либо материальные средства. Я и поныне не изменил своего мнения. И в будущем я не променяю свой выбор ни на какие сиюминутные блага, которые находятся прямо перед моими глазами. Дорогие единоверцы, если вы последуете за Господом, все у вас будет обеспечено. Я имею в виду, что ваше будущее и будущее ваших потомков будет обеспечено, равно как и будущее всех тех, кто стоит на вашей стороне. Так зачем вам отвергать гарантированные благословения, чтобы получить малозначительные материальные блага? В краткой перспективе это может показаться благом, но вы не сможете прожить всю свою жизнь за счет материальных вещей. Какая польза от материальных вещей без Бога? Я не могу жить без Бога. Какими бы материальными благами я не владел, я не могу жить без Бога. Я верю, что все вы тоже таковы. Эти материальные искушения соблазняют не только меня, но и вас тоже. Сатана и далее будет вас искушать материальными благами. Он говорит, я дам вам много материальных благ, поэтому откажитесь от своей жизни веры. Если вы все это получите, разве вы не будете довольны? Разве этого вам мало? Тогда почему бы вам не приложить собственные усилия? Если вы это сделаете, вы будете жить еще более счастливо. Удовлетворите все свои человеческие потребности. Почему вы так живете, как будто вы особенный человек? Дорогие единоверцы, вы должны обратить свои сердца к Богу, чтобы стать счастливыми людьми. Только если ваша душа чиста, таковым будет и ваше тело, и все у вас будет хорошо. Но в тот день, когда ваша душа обратится вспять, это будет конец всему. Какое вам будет удовлетворение от того, что ваша душа осквернится? Какое вы получите удовлетворение от вашего огромного богатства? Даже если вы владеете большим имуществом, вы во мгновение ока его лишитесь, если придет грабитель и отнимет у вас все, что вы имеете. Поэтому мы с вами должны сделать правильный выбор. все вы сталкиваетесь с той же самой проблемой. Погоня за плотским кажется очень мудрым образом жизни в современном мире, но это злое искушение сатаны. Вместо того, чтобы впасть в это искушение, мы должны смотреть далеко наперед. Мы должны обратить свои сердца к земле ханаанской. Мы должны поселиться в земле ханаанской и жить в ней. Мы должны обратить свои сердца к этому Евангелию и служить ему. Мы должны стремиться к Евангелию и посвятить себя этому делу спасения людских душ от всех грехов. Дорогие единоверцы, имейте это в виду. Вы должны прожить всю свою оставшуюся жизнь ради этого. Жить ради Евангелия перед лицом Бога значит сделать верный и правильный выбор. Если вы обратите свои сердца к материальному благополучию, которое вы видите невооруженным взглядом, это ваше материальное богатство сгорит в огне, равно как вы и ваши потомки. Если же вы последуете за Богом, материальное благополучие придет к вам само собой, но если вы будете стремиться только к материальному благополучию, вы потеряете Бога, материальное богатство и даже самих себя. Поэтому мы с вами должны принять обдуманное решение. Чтобы жить совершенной жизнью веры, вы должны быть осмотрительны в своем выборе. В тот день, когда вы сделаете неправильный выбор, все у вас рухнет. Выметите ссор из своего сердца и изберите землю ханаанскую своими дальновидными глазами. Около пятнадцати лет назад в нашу церковь ходила одна сестра в сопровождении своего мужа. Некоторые из вас, наверное, их знают, но вы не можете себе представить, с каким нетерпением я их ждал и с каким тщанием я их учил, чтобы они твердо стояли в Евангелии воды и духа с верой. Но несмотря на все мои усилия, я позже узнал, что у этой пары было много сомнений обо мне и что они дошли до того, что стали проверять мое прошлое. В конечном счете они взяли от меня то, что было полезно им самим, а потом перестали мне доверять. Но прежде чем они решили меня отвергнуть, я отверг их. Вскоре после этого случая они построили церковь за свой счет. Я тогда нанес им визит и спросил их, чем я могу им помочь, если они действительно решили построить настоящую церковь Божью, после того, как получили истинное прощение всех своих грехов. Я сказал им, что даже несмотря на то, что я не располагаю материальными благами, я могу помочь им чем-то другим. Я сказал, что могу оказать им большую помощь во имя Иисуса Христа. Но они отвергли мое предложение и последовали своим путем. Этот выбор в точности подобен выбору Лота, который избрал долину Иорданскую. Вместо того, чтобы обратить свои сердца к небесному Евангелию и к церкви, соединив свои сердца с Богом, они отдали свои сердца своей собственной жадности. Вот чем закончилась их вера. Как это печально! Дорогие единоверцы, это очень прискорбный случай, ведь они слышали это Евангелие не один раз, но я проповедовал и объяснял им это Евангелие многократно, как будто я с ними жил. Можно сказать, что я ел и жил у них дома, я проповедовал и объяснял им это Евангелие, так что я был очень близок к детям этого семейства. Эти дети сопровождали меня повсюду, но, к сожалению, из-за того, что их родители решили пойти другим путем, их дети тоже в конце концов погибли. Несмотря на то, что человек слышал Слово Божье, если он вкусил яд этого мира, вера этого человека разрушится. Я не осуждаю вас только за то, что вы несовершенны. Я говорю вам, что вы должны вымести ссор и удалить плотские похоти из ваших сердец. Вы обязательно должны вымести этот ссор, а затем избрать землю ханаанскую. Если вы отвергнете якобы плодородную иорданскую равнину и выберете землю ханаанскую, Бог будет направлять нас на каждом нашем шагу. Он возьмет на себя ответственность за нас. И Егова Бог ясно сказал Аврааму, «Возведи очи твои из места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я, и потомству твоему навеки». Бытие, глава тринадцатая, стихи четырнадцатый, пятнадцатый. Поскольку Бог так нас благословил, то у нас нет никаких причин жить бедно. У меня действительно дела идут лучше, чем у пасторов, которые работают в обычных церквях. Я более обеспеченный человек, потому что я проповедую Евангелие Господнее по всему миру и живу со спокойным сердцем. И более того, я даже не знаю, сколько у меня духовных детей. Разве не правда, что я имею рядом с собой много божьих работников и воинов? Дорогие единоверцы, рожденные свыше люди, поистине благословенные. Люди, которые изберут Бога, станут обеспеченными. Конечно, когда люди впервые изберут Бога, они поначалу многое потеряют. Конечно, их отношения с членами их семей могут ухудшиться, но подождите и посмотрите, что будет потом. они приобретут больше братьев и сестер в Господе. Иисус Христос сказал, «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веки грядущем жизни вечной». Марка, глава 10, стихи 29-30. «Родители, которые исполняют волю Господа, это мои родители, но родители, которые не повинуются Богу и не слушаются Его Слова, это не настоящие родители. Мы называем их родителями только потому, что они наши родители по плоти. Поистине вы должны сделать правильный выбор, вы имеете раздвоенное сердце, не правда ли? Между этими вашими двумя «Я» мы должны избрать одно. Если мы близоруки, мы погонимся за теми благами, которые лежат прямо перед нашим невооруженным взглядом, но если мы дальновидны, неужели мы не примем решение жить, обратив свои сердца к Евангелию и к Богу? Если мы это сделаем, неужели мы не будем жить благополучной жизнью и получать всевозможные благословения, которые дает нам Бог? К к чему вы обретите свое сердце? Вы поступите правильно, если обратите свои сердца к Богу. Однако сатана, который старается нас обмануть, понукает нас обратить свои сердца к долине Иорданской. Поверив этим лживым словам, многие люди обращают свои сердца в эту сторону, но когда они делают этот выбор, они неизбежно теряют и то, что находится на другой стороне. Если мы изберем Бога, мы получим от Него богатство, славу и всевозможные благословения. Но если мы будем гоняться за благами этого мира, мы потеряем Бога и Его защиту. Поскольку мы живем жизнью веры, мы всегда должны выбирать Бога, даже если в наших сердцах пробуждаются плотские похоти. Если вы изберете Бога, вам не нужно беспокоиться об остальном. Если вы изберете Бога, Он будет хранить и защищать нас во время каких бы то ни было не урядец или проблем. Он наверняка приведет нас к решению проблем в любых наших жизненных обстоятельствах. Но если мы не выберем Бога, никакой защиты и благословений не будет. Это все равно, что сказать, что мы не можем получить прощение грехов из-за того, что не верим в Господа, даже несмотря на то, что Он изгладил все наши грехи. Получаем мы эти благословения или нет, зависит от нашей свободной воли. Так же само и то, что мы спаслись, избрав Бога, а не материальное благополучие этого мира, зависит от нашей свободной воли. В зависимости от того, на чью сторону мы встали, Бог либо дарует благословения, либо попустит нам погибнуть. Я имею в виду, что даже несмотря на то, что мы поистине стали детьми Бога, Он отправит нас в ад, если мы сделаем неверный выбор. Многие люди получили прощение своих грехов, однако количество людей, которые действительно присоединились к его церкви незначительно. Люди, которые не присоединились к церкви Божьей, обычно выбирают плотские блага. Они мыслят своим недалеким умом. поскольку я уже получил прощение своих грехов, зачем мне ходить на каждое богослужение и собрание в церкви? Поскольку я теперь получил прощение всех своих грехов с помощью церкви, я поступлю разумнее, если больше не буду туда ходить. Но если они действительно выберут этот путь, они многое потеряют. В конечном счете они потеряют небеса, а также лишатся Божьей защиты и Его благословений. Дорогие единоверцы, следуя за Богом, мы испытаем большое неуважение к себе. Если мы действительно следуем за Богом, мы испытаем большое неуважение и много гонений со стороны мирских людей. Но имейте в виду следующее. Наряду с неуважением и гонениями Господь непременно одарит нас многими благословениями. Я так думаю всякий раз, когда люди подвергают меня гонениям. Я испытал много гонений. До того, как я встретил вас, я пережил много жестоких гонений, которые было тяжело преодолеть и трудно описать. Но после этих гонений Бог даровал мне много благословений. Иными словами я пострадал от этих жестоких гонений, потому что Бог хотел даровать мне истинные благословения. Я считаю, что Бог все это время меня поддерживал и благословлял меня, потому что вопреки этим гонениям я твердо стоял на его стороне. Дорогие единоверцы, мы должны избрать Бога и Евангелие. Даже несмотря на то, что Сатана показывает нам какие-либо мирские блага и соблазняет нас ими, мы не должны выбирать это любой ценой. Если мы изберем мирские блага, на этом все закончится. Прекрасные Божьи благословения иссякнут. Если мы откажемся от того, что мы видим прямо перед своими глазами, это и есть незримое Божье благословение. Оно станет нашим с вами. Пожалуйста, имейте это в виду. Это кратчайший путь к настоящей жизни веры. Я надеюсь, что вы будете жить настоящей жизнью веры. Ваша жизнь веры не заканчивается только с получением прощения грехов. Мы должны жить своей верой в этом мире. После того, как мы избрали Бога, давайте теперь наслаждаться славой вместе с ним, даже несмотря на то, что мы на этой земле будем подвергаться гонениям. Давайте все мы обретем эту славу и будем ею наслаждаться. Если мы изберем Бога превыше всего остального, мы сможем получить от Него всевозможные благословения и будем ими наслаждаться. Также Он сможет нас использовать в качестве своих ценных орудий. Мы станем ценными работниками Божьими. Мы станем орудиями праведного дела Божьего. Это величайшее благословение. Праведники смогут вкушать благословения от Бога, незримого царя. Всякий раз, когда я проводил собрание возрождения, я видел, как людские души получают прощение грехов. Это делал не я. Это дело совершал никто иной, как всемогущий Бог. Только Бог приводит эти души и изменяет их сердца. И только Он удаляет ссор из их сердец и делает их своими праведными работниками. Когда человек попробует трудиться для Бога, в его сердце водвориться, неописуемое счастье. И действительно, с чем мы можем сравнить это чувство? Неужели вы думаете, что человек может исполниться этим чувством, приобретая мирские блага? Даже если бы кто-то подарил мне крупный неграненный алмаз, неужели я смог бы обрести это чувство? Это внушило бы мне нехорошее чувство, и я выбросил бы его в мусорный контейнер. Я выброшу его на дно океана, чтобы больше никогда его не достать. Я говорю это, потому что если я получил нечто видимое невооруженным взглядом, то какой радостью я бы исполнился, если бы получил нечто незримое? Дорогие единоверцы, то, что мы не видим невооруженным взглядом, является истинным и намного более ценным благословением. Невидимый Бог является истинным Богом, и именно невидимый Бог нас благословляет, направляет и дарует нам небеса. Несмотря на то, что он невидим, этот самый Бог является истинным Богом, который дарует нашим сердцам мир и благословение. Он дает нам все необходимое для спасения людских душ, и он дает нам все, чтобы мы хорошо жили на этой земле. Таким образом, повиновение Богу это и есть истинное благословение. Дорогие единоверцы, верите ли вы в это? Люди, которые гоняются только завидимыми благами, глупы, как толстые свиньи. Если рожденный свыше человек будет гоняться только за мирским благополучием, его можно считать свиньей. Лот в сегодняшнем отрывке из Писания был свиньей, но и мы вполне можем стать такими, как он. Следуйте за Богом. Это мудрый и совершенно правильный выбор. Если мы с вами выберем Бога, Он станет для нас всем и обязательно дарует нам невидимые благословения наряду с видимым богатством в качестве бесплатного приложения. А в конце Он пожалует нам Свое Царство Небесное, даровав нам вечную жизнь. Я воздаю этому Богу хвалу. Давайте повиноваться нашему Господу. Если мы последуем за Господом, мы обретем и земное богатство. Конечно, это благословение приходит наряду с гонениями, но наш Господь обязательно будет нас направлять и о нас заботиться. Я поистине надеюсь, что все наши братья и сестры получат эти обильные благословения, которые получил Авраам, став мудрыми и духовными людьми, подобными ему, но не такими, как Лот. с мудрыми, Продолжение следует...